и всем привет я хотел бы сказать что тут музыка очень красивая в этой игре и я сейчас сидел где то ну наверное минут пять слышал эту музыку красивую которая играла на заднем фоне не знаю почему мне больше всего нравится вот это вот пик он включался уже много раз но мне он дико нравится просто расслабляющий такой ну да ладно остановились мы на том я поприветствовался вы детали из и то что сказал что мы в девушку скорлупе проходим это игровая новелла до графическая при привела нас юкаре почему-то в художественный класс рассказала нам что тут мы должны с кем-то встретиться нас поприветствовала только что-то только что-то только и сказала что какое-то дело у нас к тебе есть якобы но и продолжаем дальше на следующей неделе в среду 14 числа в качестве дополнительных занятий по теме нашего клуба мы хотели бы посетить музей искусств среда но это же будний день до будни будни но уроков у нас не будет вот они двое для этого вы нам и понадобились такие сака сенсей будь все как обычно нас отвел бы туда классный руководитель но в этот раз он похоже не сможет так вы хотите чтобы я сопровождал вас именно брат у тебя наверняка найдется в тот день свободное время так что все отлично устроится помимо того что я детектив помимо что я работаю учителем подработки в классах так меня еще и хотят чтобы я там я не знаю экспедиции проводил гидом работал чё с ума сошли у меня ни слов а если я скажу что не ни к чему лишние хлопоты хлопоты боюсь это неприемлемо какой зловещей может быть улыбка у юкари но вы не откажете правда ведь вы таки сака сенсей в тот день тоже не совершенно свободны не то чтобы совершенно я сдался короче по любому нам придется это делать видимо почему-то на девичьи просьбы очень трудно ответить отказом да это так а может учителю не обязательно присутствовать едва слышно прошептала вторая тока тока ты знаешь что так не получится но на брата далеко не во всем можно положиться но в качестве охранника он вполне вполне сгодится не слишком-то приятно услышать о себе такое мизухар по-прежнему выглядит недовольный похоже ненавидит меня кстати а ради чего вы затеяли поход музей чтобы наверно посмотреть на жирафиков там замороженных там будет выставка посвященной творчеству мамия синзо мамия синзо она знаменитый художник можно сказать всемирно известный серьезно никогда такую не слышал будут не только его картины но и множество других произведений включая скульптуры а так как он перешел в колить в католичество будут работой на региозную тематику чем он в принципе примечательен так сильно поэтому мы собираемся туда будет очень познавательным что же сенсей мы рассчитываем на вас взяв портфель альбом для рисования только поднялись уже уходишь домой нет хочу еще поработать над своим рисунками пока только покинула художественную студию подожди только и вторая только за ней вторая только выбежала вслед за ней она в самом деле зло покосилась мою сторону прощание ли это мне показалось мне кажется это только для отвода класса она совсем другое хотела сказать хотя может я ошибаюсь ты тоже уходишь брат нет мне еще нужно кое-что сделать сама знаю что мне нужно сделать тренировка в клубе кэндо должна вот-вот закончится правда тогда увидимся позже как вы помните с прошлой серии мы должны поговорить с одной девушкой которую вы блин не помню как ее звали но у нее тренировка по кэндо и мы должны дождаться я вышел из художественной студии направился главному зданию как раз вовремя несколько студенток шли туда же и у всех собой было снаряжение для кэндо я так и не понял что такое кэндо сато айому сан среди вас девушки повернулись на звук моего голоса одна из них вышла вперед вот она это я что вы хотели он такой высокая голос такой странный она смотрела на меня с нескрываемым подозрением с виду очередная тихоня но в отличие от остальных взгляд у нее острый да она чем-то отличается от всех хотя я других не видел но видно что и не просто застать врасплох наверно оказываются занять сказываются занятия кэндо блин что ж это за кэндо не возвращаешь если мы с тобой немного побеседуем побеседуем а йому не не доуменного взорилась на меня да но разговор будет не из тех что можно вести на людях и я бы предпочел бы более удобное место ты не против а здесь значит нельзя вот ведь ну и подозрительная поползли лица так куда же нам лучше пойти опять же у нас выбор учительская я думаю что в учительскую смысла нет идти так как нам сказали что подозрения лишние чтобы мы тут с кем-то были неприемлемым медкабинет там тоже у нас это чуиха и кабинет учителя история его думаю может в кабинет хотя блин или в учительскую кабинет либо на учительская это наша то есть там все могут выдавать и кабинет блин и я даже не знаю но если нас заметит кто-то в кабинете учителя истории нам обед сможет быть тала в принципе как насчет кабинета учителя истории который я сейчас занимаю а учительская не подойдет о ее и новоучительскую точно а им не понравилось мое предложение конечно учительском будем всех на виду но если устроиться в дальнем углу приемные говорить полголоса все будет в порядке да и нежелание йоми оказываться наедине внезапно откликнувшим ее мужчиной тоже вполне объяснимо подойдет значит идем учительскую а тут в принципе не важно чтобы мы выбрали там все равно видите в учительскую она выходит ну это бредово кай конечно же зачем тогда нам давать выбор вопросов да похоже такой вариант устраивает на собоих я зашагал вперед она за мной мы сошли в учительскую и вот как раз этот наш мужичок а у токи сэксэнсэй что случилось у самого порога мы столкнулись сайоке сайки сайоке тут как раз собирался уходить собираюсь задать и несколько вопросов по поводу пропавших студенток учительской кроме нас никого не было поэтому я назвал причину открыто чтобы и сайоке и сатоп подняли поняли зачем мы здесь понятно в таком случае полагаю вам будет лучше поговорить в там в приемной сайки указал на самый дальний от входа диван на диване да благодаря западе благодарю за непонимание я подтолкнул айуму и мы направились в сторону приемной сэксэй кто вы данный момент я таки сака рейдзи временный преподаватель дал я самый простой ответ прекрасно понимаю что она им неудов удовольствуется но не удовлетвориться можно сказать да но вы упомянули о пропавших студентках вы это аю и так вы из полиции ну почти я детектив детектив моя профессия не из тех узнав о которых люди настраиваются на миролюбивый лад но айуму услышав о моем занятии немного успокоилась я бы хотел задать тебе несколько вопросов анисин сано сан и и маш муре сан хорошо аюми кивнула начнем с низ зона сан что за человек она была и и была очень общительной она из тех кто способен найти общий язык с людьми то есть любым кем по он не оказался но не мог оказаться верена у нее было много друзей так и уйна запоминать много друзей понятное что насчет имамуры сам она тоже была достаточно популярна ты ничего не заметила перед их исчезновением айуму опустила глаза будто стараюсь что-то вспомнить что угодно даже самое обыденное если подумать в новогодний праздником обычная села юи почему-то грустила голоса ему упал до полушепота новогодние праздники прямо перед тем как исчезла значит что-то случилось январе юи никогда бы не поступила не бросила бы все чтобы сбежать мне кажется ее во что-то втянули айума пыталась говорить спокойно но ее голос то и дело выдает сдерживаемые чувства я не стал вдаваться в подробности не мог заставить себя сказать что ее подозрения скорее всего верны что почти наверняка ее подругу в самом деле во что-то втянули а что-нибудь насчет имамуры сан имамура сан не припоминаю ничего особенно когда и исчезла то очень волновалась но видимо в поведении имамуры не проскальзывалось ничего настолько тревожное чтобы это бросилось в глаза айуме айуму спасибо прости что заставил тебя вспоминать о печальном ничего страшного послушайте такисака сенсей что пожалуйста найдите юи найдите имамуру сан прошу вас конечно затем я сюда и явился ну мы пока что не знаем были ли трупы тех две девушки которые ну там да потому что там как бы руки тоже тела не было но 2 там было тело кстати и мы знаем что то была девушка но мы не знаем кто эта девушка шансы найти хоть одну из пропавших живой ничтожно малы но об этом я не стал упоминать потому что не хотел расстраивать да уже вечер смотрите закат солнце отражается на зеркал но не на зеркалах на стекле к тому времени как закончилась моя беседа с а то и ему стали сгущаться сумерки куда теперь опять же у нас есть выбор куда мы можем пойти мы можем пойти в музей зачем-то не знаю зачем скорее всего музей пойдем потом клинику не хочу лунный мир мы обязательно зайдем наверно сейчас первый раз мы и зайдем опять же хреново то что я не могу все места сразу осмотреть это очень плохо потому что я хотел бы парк ну как бы осмотреть у нас есть кстати улики которые мы не можем проверить на дать в лунный мир хотя далеко смотрите подождите женская академия да если мы пойдем сюда то будет очень далеко блин ладно давайте лунный мир зайдем потом туда попробуем если получится я зашел лунный мир в кита дзёдзи опять это девушка хацуны добро пожаловать не знаю почему но хацуны сегодня кажется подавленной нужно мне кофе конечно проходите сюда пожалуйста после того как я занял указанное место перед стойкой киоко как-то странно на меня посмотрела что случилось у нас тут понимаешь ли маленькая неприятность киоко подцепила пальцем и подняла ручка от кофейной чашки одну только ручку эту разбили да ха ха упала и разбилась я сказал ей что не сержусь но если не ошибаюсь отбитая ручка в руках киоко от чашки которую ей подарил когда-то покойный муж она конечно была не наивысшего качества но зато изготовлена в англии я сама виновата что оставила почти в носовом краю стойки но хацуны все равно очень переживает по ходу она задела и разбила ее до уверен ей известно о том что чашка дорога как память я незаметно проследил за ней хацуны так и ходила во время работы с печально опущенной головой это прям как я помню когда на работе работал когда продавал эти запчасти автомобильные сколько я всего разбивал пиздец один раз даже машину поцарапал своему начальнику который ногу у которого я работал то просто невероятно как мне везло то фару разбил за 35 гривен у меня в день выходила зарплата 25 гривен это было на то время меня было 17 лет и 25 гривен тогда очень много было в принципе как много на ну пацану обычному чтоб даже я не знаю на месяц по 25 гривен где-то 700 выходила и ты это хватало просто и одежды купить и погулять и все что хочешь плюс еще там всякие бонусы это я машину ему поцарапал это было жестко вообще такая царапина но если сейчас я поцарапал конечно я бы намного больше влип но он с меня ни копейки не взял за что я очень охренел просто ну да ладно не буду рассказать свою историю почему-то в каждой серии расскажу ладно надо что-то сделать прежде чем другие посетители обратят внимание на и угрюмо лицо а мимиа сан не пойдешь ко мне на секунду да что подозвав ее к себе я взял свежезаваренный кофе и уселся за один из столиков и так что же мне сказать утешить и сказать чтобы она купила новую чашку дать просто утешим зачем новая чашка если там та была дорога как память знаешь как говорится над убежавшим молоком не плачет но и утешил я знаю отлично но ведь понимаешь что своим унылым видом лишь отпугнешь посетителей чем добавишь киока неприятностей так что сбортрись хорошо вы правы простите такие сака сан от меня одни проблемы не стоит извиняться это я вечно свою нос не свое дело вот похоже все наладилось все вот так вот мы и решили проблему ай блин не знаю зайти ли музей искусств но зачем так рано заходить если это только завтра понадобится парк давайте парк проверим давно я тут не был может быть что-то будет новенькое тут я пришел в парк и на кассира деревья уже покрылись почками печенью еще не покрылись пройдет немного времени сюда потянутся толпы любителей посмотреть на цветущую сакуру сакуру как мне нравится это название тихий парк в котором обычно заходят только те кто живет по соседству наполняется множеством шумных посетителей блин как хотелось бы погулять в такой местности в японии где-нибудь даже и вы тут таки сака сенсей откликнув меня за знакомый голос я обернулся ого добрый день суки шима-сан а это кто странно видеть ее одну это это та которая учить ученица да блин сколько у них название суки шима-сан сейчас давайте проверим суки шима-сан суки шима-сан от архиме суки шима а цуки шима-сан это же этот ну как обращаться к ним йомой что я гоню странно ведь ее одну без всегдашние свиты подпевал то есть я хотел сказать подруг обычно следующий за ним по пятам за ней что привело тебя сюда прогулка ничего более безмятежно ответила архиме а может она следила за мной кто знает вот как но сейчас на улицах небезопасно так что может так что пожалуйста будь осторожна вы имеете ввиду исчезновение девушек да именно нахмурившись она пристально уставилась на меня но раз уж она сама подняла эту тему почему бы не воспользоваться возможностью задать ей несколько вопросов попробовать расспросить ее не знаю давайте попробуем суки шима-сан тебе известно что нибудь о тех случаях дайте подумать нет ничего не пресс ничего что прояснила бы ситуацию а почему спрашиваете с подозрением спросила архиме не подумайте здесь нет никакого злого умысла просто меня эти случаи немного беспокоят ваши слова прозвучали так будто говорит детектив из романа ее проницательность даже слегка пугает я может быть и временный но все же учитель и естественно волнуюсь за своих учеников вот оно что но она не верит мне кажется со вздохом ответила архиме а теперь простите мою неучтивость не хочу давать повода для нелепых слухов ну она ничего не хочет нам рассказывать потому что она мне кажется это она убийца хотя хрен узнает ответив легкий поклон архиме удалилась а мы возвратились обратно себе в комнату которая вся в бардашнике когда я к ночи вернулся в свой офис то заставка в мою зиме с мрачным видом развалившие все на диване каким ветром тебя сюда занесло тебя жду болван удалось узнать чей труп был найден в парке и на кассира попа на изуме достал блокнот и громко зачитал имамура харука исхой ученицы женской академии оба числятся пропавших 20 февраля значит и правда она ну видите худшие мои опасения на глазах превращаются в реальность она ведь одна из студентов которые тебе поручили найти верно я разыскивал двух пропавших студенток видимо теперь уже нет а изуме закурил выходит мое расследование просто дела об исчезновении это убийство да это убийство похищения конечно похищение попробую раскопать что-нибудь о семье имамура вполне возможно похитители требовали выкуп не вряд ли тут выкупе дело в прошлом году ведь уже был случай когда похитили ребенка одной знаменитости может быть родители не хотели вмешивать полицию или их вымудили молчать но если похитителям требовалось всего лишь выкуп зачем им вознес расчислением тела возможно не хотели чтобы тело было опознано пока мы не сможем знать это наверняка но даже если так это бессмысленно они оставили голову так зачем тогда забирать туловище если требовалось избежать опознания жертвы голову надо было прятать в первую очередь туловище большое тяжелое возможно было слишком неудобно тащить его в парк но это не объясняет почему оставили голову изумья хмыкнул глубоко задумался в любом случае теперь у нас есть дело об убийстве имамуры харуки тогда как насчет второго дела есть еще одна девушка которую я еще не сезона а ю и та же ученица женской академии оба теперь уже вряд ли можно сомневаться что и она угодила в большие неприятности пока не обнаружено тело наверняка утверждать нельзя но а других исчезнувших тебе ничего не известно пока нет очень не хочется думать о новых жертвах но чутье мне подсказывать что на этом все не закончится да это скорее всего и вот мы дома наконец-то я дома с возвращением брат ты еще не спишь юкари уже почти полночь нет я тут с уборкой припозднилась просто ответила кари с любопытством взглянув на меня я хотел бы такую сестру тоже себе чтобы она при приходишь домой на такая это тебя там встречается к такое как прям домашнее животное что я сказал что за бред ну то есть блин тот кто тебя ждет или девушку все такую что-то не так нет прости что вечно сваливают и на тебя кстати не пора мне ли мне наведаться с тряпкой в твой офис в синдзюку смехом поинтересовалась юкария не стоит там пока еще все чисто да это тебе то кажется брат пол еще виднеется из-под грязи значит не плохо будешь чай но если только с водкой то есть с саке да конечно горячий японский чай сейчас как раз стати японский чай он так выделил японский как это то же самое что я сейчас живу в украине я скажу да украинский чай это самое лучшее или там в россии кто-то не скажет да русский чай какая разница русский японский не в японии конечно лучше потому что там все органическое наверно да или хрен знает но нам кажется что у соседей лужайка всегда зеленее ну так же ну вы поняли да чем я имею ввиду тогда пойду заварю его а ты пока переоденься так я пошел к себе в комнату стянул рубашку и переоделся в домашнее мне уже завязывал поиск кимону когда вошла юкари с чашкой чая в руках вот готова о спасибо юкари я взял чашку на юкари вместо того чтобы уйти стояла и смотрела на меня что то не так у тебя несчастный вид тихо промолвила юкари правда похоже все написано мне на лице одна из пропавших учениц уже никогда не вернется домой ну да плохи новости да от тебя ничего не скроешь сказал я с натянутой улыбкой выяснилось кому принадлежат труп найденной в парке и на кассира это имамура харука понятно не сезон а юи все еще не обнаружено я постараюсь найти ее мне кажется там и 2 вот это тоже убит убита да очень хочется надеяться кстати векаре последнее время в академии не случалось ли чего-нибудь примечательного надеюсь немного отвлечься от мрачных мыслей я попробовал сменить тему что-нибудь примечательное подперев пальцем подбородок юкари задумалась недавно а казаки сенсей велела нам быть осторожнее так как мы в последнее время на студентах просто сыплются болезни травмы то и дело кто-нибудь отсутствует почему ну таких подробностей я не знаю ясно спасибо юкари не за что это сущий пустяк еще одно не говори никому о том что я тебе только что рассказал 1 пока что да никакой паники нам пока не надо да разумеется спокойной ночи брат да спокойные юкари вышла из комнаты пожалуй мне тоже пора в кровать да сейчас наверно опять какой-нибудь бред будет нет смотрите 10 марта фазы луны полумесяц ну я пойду ну и я друзья пойду потому что серию мы на этом заканчиваем ждите следующих серий скоро все будет будет день в который я выложу на внутри серии может быть это будет даже этот день которых в которой я выкладываю потому что так как сегодня суббота у многих выходной и я хочу порадовать вас просто вот таким вот способом ну и всем удачи всем хорошего настроения с вами был блудлин и ставьте лайки там пишите комментарии и всему подобному давайте до скорых встреч и пока